Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Далее я расскажу о том, как защитить свое благополучное проживание в квартире от соседей-бизнесменов. Я живу на втором этаже. Под моей квартирой расположен продуктовый магазин. Вентиляция установлена таким образом, что все запахи идут прямо в мое окно. На мои неоднократные требования директор магазина никак не реагирует. Что мне делать? Вам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом, с требованием устранить нарушения ваших жилищных прав. Параллельно вы можете обратиться в жилищную инспекцию и прокуратуру. Если указанные действия не принесут результата, вам нужно обращаться в суд с исковым заявлением о демонтаже вентиляции или о ее правильной организации. Теоретически, можете даже подать иск о сносе входной группы магазина, если помещение было переведено в нежилое после 2005 года. В большинстве случаев при переводе собственники нежилых помещений не получают согласия всех собственников в многоквартирном доме на производство реконструкции. Что является обязательным условием согласно жилищного кодекса Российской Федерации. Перед подачей иска в суд приготовьте доказательства, которые подтвердят, что вентиляция организована неправильна. Задавайте ваши вопросы по телефону, которые видите на экране с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1обл.ру. Вы разделите или передачи «Наше утро». И хорошего вам дня!